Всем привет-привет еще раз тем, кто пришел в эфир, отдельный респект, кто смотрит записи, тоже молодцы. С вами Сатана Шаваничева и Елена Макаконова, и сегодня у нас с вами второе занятие в рамках нашего марафона по чистой лимфе, это можно уже назвать так. Так, вижу, что вы присоединяетесь, супер, так, чат у нас уже есть, он в телеграм-канале, напоминаю, как пользоваться, напишите нам туда, дайте знать, что вы с нами, кто в эфире, можно свернуть трансляцию, да, если с телефона у вас будет такая галочка вниз, и в чате у нас есть чат для эфира, туда дайте знать, как видно и как слышно. Отлично. Так, здравствуйте, доброе утро, привет. Валерий самый активный, как это, дайте знать, как видно и как слышно, и надеюсь, все отлично. Ну что, ждем ваши обратные связи, и пока напоминаю, что сегодня у нас будет. Сегодня у нас очень важный эфир на тему пищевой мусор, я думаю, что многие в этой тени уже продвинуты, и будете нам помогать сегодня. Мы приготовили для вас, Елена приготовила для вас игру, вот, а я приготовила для вас секретную цифру. Помните, зачем нам нужны секретные цифры, да, пищем конкурент во время эфира, смотрим внимательно, он не будет произноситься вслух, да, нужно смотреть глазками в трансляцию, для того, чтобы его не пропустить, и записать себе где-то в заметке или на листочке бумажки, потому что те, кто соберет четыре цифры, первая цифра была на нашем первом эфире, посмотрите в записи, кто еще не смотрел. Вторая цифра будет сегодня, третья цифра у нас будет на третьем занятии, послезавтра, и последняя цифра на завершающем вебинаре, на котором мы будем подводить итоги. И для тех, кто соберет все четыре цифры, будет специальный подарок от клуба «Источник», а также сюрприз от Елены Макогоновой. Те, кто догадается, что означают эти четыре цифры, получат специальный приз. Вот, в общем, столько всего интересного нам приготовили. С утра просто уже так накидала. Да, все запомнили. А давайте еще раз смотрим внимательно, записываем цифры, собираем четыре цифры и получаем два подарка. Приз, приятно. Я так обожаю вообще подарки. Я тоже обожаю дарить. Да, доброе время. Друзья тоже, да. Я что-то так сижу, Светлана заслышалась и забыла с вами поздороваться вообще сегодня. Так всегда приятно, когда субботние или воскресные, я уже путаюсь иногда вообще какие дни, но знаю, что выходные, а у кого-то иногда выходные на неделе, конечно, бывают мы все с вами разные социальные, да, кто где как работает, но все-таки большая часть граждан у нас отдыхает в субботу-воскресенье. И когда люди позволяют себе, то есть позволят себе послушать что-то интересное, вложить в себя, да, проинвестировать свое время в себе живо-благо, ну, я вот всегда это рада, аплодирую, стоя иногда, да, поэтому рада приветствовать, да, что у нас сегодняшнее воскресное утро, мы все здесь собрались, да. У меня плохой звонок, я сейчас... Плохо слышно? Нет, я хорошо, меня нет, потому что я без наушников пойду, один наушник. Один наушник. Перехватываю микрофон, друзья, доброго времени еще раз, и у нас сегодня с вами встреча, которая будет посвящена теме, ну, я уверена, потому что у нас большая часть еще присутствует на курсе импульсантов, клуба Источник, и просто человеков с большой буквы, да, которые занимаются активно, уже взяли ответственность в свои руки за свое здоровье сами, да, и занимаются, изучают, читают, слушают, И вообще, я считаю, когда мы находимся в позиции хронического ученика, то есть в позиции ученика, неважно, сколько нам лет и неважно, сколько у нас образований и какие у нас регалии, но мы все время задаем вопрос, а почему, а как, а зачем? Вот этот один из секретов долгожителей, то есть я активно смотрю и ищу вот в этом огромном пуле информационном сейчас пространстве, который благодаря интернету для нас открылся, ищу именно вот эти зерна, да, отделяют плевел, зерна, которые позволяют понять вот этот эффект долгожительства, долгожительства не только физической формы, но и эмоциональной, психической, ментальной формы. И вот один из таких секретов, это, конечно же, наш, наши вопросы, да, зачем, почему, как. Поэтому даже кто только стоит на начальном этапе, да, мы все когда-то вставали на начальный этап, а почему происходит, а почему большое количество людей все больше и больше болеет, все больше и больше имеет огромное количество хронических заболеваний, ну или вообще, а почему трава зеленая, откуда мы здесь взялись на этой планете и так далее, и так далее. То есть вот это один из таких секретиков эффекта долгожителей. Поэтому будьте любознательны, как дети. Это точно. Недавно мы в нашем канале поднимали, в глупый источник поднимали тему секреты красоты молодости, и этот пункт тоже отмечали, потому что, да, наш мозг так устроен. И когда мы узнаем новое, вы молоды, как только мы выходим на привычные циклы, дальше уже, к сожалению, идет нисходящее. Это закон сохранения энергии в природе так устроено, здесь на планете Земля или планете Вода, можно будет точнее даже так сказать, да, так устроено здесь закон сохранения энергии. То есть если мы не используем оперативную свою память, да, то есть мы уже не интересуем, перестаем развиваться, а помним, что высший замысел, высший замысел создателя, это мы сюда спускаемся для того, чтобы развиваться, узнавать, развивать свой дух, душу, то есть мы туда выносим только информацию, эмоции, чувства, да, то есть насыщаемся этим. Вот это наш багаж знаний, который мы переносим. Как только мы перестаем развивать себя, то есть мы говорим себе, я все уже знаю, да, там мне уже ничего не интересно, по закону сохранения энергии, да, то есть уже значит духу достаточно развития, и мы начинаем угасать, да, то есть тело идет на деструкцию, уже, да, на разрушение, потому что, ну, а зачем, да, здесь уже находиться, если уже мы, нам все ясно и понятно. Поэтому нам никогда не ясно и непонятно. Вчера, кстати, встречались с друзьями, и подхватило такое вот, я беру фразы, выискиваю, да, то есть это где-то вот такие народные, где-то кто-то что-то как-то ляпнул, да, но это вот настолько в точку, вот лично у меня скопилось большое количество книг, которые я хочу прочитать. Я вчера вот остановилась уже в покупке очередных, потому что я не успеваю, то есть у меня настолько вот активно, я не успеваю читать даже те книги, которые вот они лежат, они мне сверлят уже, но одна девушка, она сказала такую фразу, вот пока не прочитаю там и не просмотрю те фильмы, да, вот которые меня все время интересуют, а мы понимаем, что с каждым разом нас интересует все больше, да, все интереснее жить, не умру. Вот пока не прочитаю, не умру, понимаете, какой-то слой, да, то есть это же хороший настрой, и мы даем сигнал в наше подсознание, да, пока вот это не сделаю, не умру, пока вот это вот, пока есть цель или сверхцель, это опять-таки, да, очень такие мощные мотивации, для чего я здесь живу, для чего я здесь, если цели вот эти вот пропадают, мы начинаем угасать. Ну вот, возвращаемся, сегодня у нас очень такая тема интересная по пище, да, пищевому мусору, вообще по еде. А можно, пока мы не начали тему дня сегодняшнего, я хочу спросить, я, во-первых, хочу поблагодарить, друзья, те, кто делал дыхательную практику, выкладывал домашнее задание, я вас благодарю, вы просто супер молодцы, и я вижу, что уже пишут, вы пишете, что есть результаты. Даже кто не выкладывал, но делал, тоже супер молодцы. Мы верим, что все делали. А кто не делал, но думал, но думал, что надо делать, это уже все равно шаг на, первый шаг на пути, поэтому тоже молодцы. Давайте сейчас с вами синхронизируемся в одно поле, напишите в комментариях, сколько раз вам получилось сделать за прошедшие два дня. Кстати, да, обратите внимание на задержке, сколько раз получилось подтренироваться. Пишите в чат прямо сейчас, ну, а мы начинаем сегодняшнюю тему пищевой мусор. Да, ну, я надеюсь, что вот это вот задание, которое вы сейчас, да, там уже пропишите, какие-то свои, громче говори, то есть уже вот задание, да, которое у нас было заранее до этого, я надеюсь, что это уже станет не заданием, а вы уже в своей ответственности, да, для себя, это уже потихонечку будет у вас привычкой, да, возникать. То есть вспомнили, не дышим, вспомнили, не дышим, да, то есть кто нас сейчас вообще вот выбернет из контекста, скажет, что это за эфир такой, вспомнили, не дышим. Ну что ж, приступим, да, к нашему, конечно, у нас эфиры небольшие, и сразу все такой большой объем, особенно по рациональному питанию, по питанию в целом, да, по пищевому мусору, по угодному режиму, это такой объемно-объемный большой пласт, но я постараюсь зайти сейчас в такие моменты, да, чтобы как-то держать нам ось, держать вот корду такую, да, от которой можно уже вправо-лево развиваться, смотреть, изучать, углублять и так далее. И я думаю, что у нас с вами ни для кого не секрет, мы, большинство из нас понимаем, ну если только не вчера родились, да, понимаем, что пищевой мусор, как это ни странно звучит, но у современного человека вот эта вот фраза, ее уже ввели в обиход, он начал существовать. И если мы зайдем сейчас в современный магазин, то есть современная пищевая промышленность, она выдает нам в 80% случаев это пищевой мусор, как бы это печально ни звучало. И я здесь тоже всегда призываю к логическому мышлению, просто вот чисто статистика, логика, да, и так далее. То есть мы уходим там в 100-летнюю давность, даже не 100-летнюю, 60-летнюю, 50-летнюю давность. Можно поднимать статистику именно у врачей, более-менее ее все равно, да, как бы где-то плюс-минус, ну на 50% приукрашивать не будут, да, более-менее ее читать можно. И мы увидим, что по статистике даже 50-летней давности синдром раздраженного кишечника или дрявого кишечника, ну его практически не существовало, да, то есть такого заболевания, ну что это, да, говорили бы врачи. Сейчас этот бич, он уже присутствует в 80% людей на планете Земля синдром раздраженного кишечника или дрявого кишечника. То есть что это такое? То есть это хронические воспалительные процессы, различные теологии, то есть различные причины, в различных частях. То есть, грубо говоря, каждый мы индивидуален, и каждый рождается со своим пулом здоровья, как физического, так и энергетического, будь то генетическая линия, да, или образ жизни потом, то здесь неважно, да, то есть там где тонко, там и рвется. То есть у кого-то это начинается поджелудочная железа, а у кого-то желудок первый, да, там вылетает из строя, у кого-то тонкий кишечник, толстый кишечник. У всех все по-разному, да, то есть желчный пузырь, то есть желудочно-кишечный тракт, то есть возьмем его просто в целом. И вот синдром раздраженного кишечника, когда это вот начинает хромать у нас вся система, да, то есть и где тонко, у кого-то здесь, 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 то есть мы как результат имеем кишечную трубу, она огромная, 10-12 метров там, да, в зависимости от индивидуума. То есть представляете, да, у нас такое вот все это там переплетено. И когда на 80%, то сейчас по статистике опять-таки биодоступность еды, которую мы кушаем, то есть вот мы покушали из-за вот этого синдрома раздраженного кишечника, дырявого кишечника, биодоступность 5%. Это прям хорошо. Пишут от 5 до 20. 20% это прямо вот такой хороший показатель, человек начинает себя лучше чувствовать сразу, да, и так далее, и так далее. То есть понимаете, да, то есть тарелку, которую мы берем, и если мы ее возьмем за 100%, из нее 5% пойдет на питание ваших клеток, потому что нашим клеточкам, конечно же, необходимы питательные элементы, микро-макроэлементы, витамины, все остальное и кислород, да, для того, чтобы клетка работала, для того, чтобы митохондрии, которые основной наш биоэнергетический потенциал, выдавали нам энергию. 95% физического тела выдают митохондрии. Кто занимается энергетикой, знает сейчас, что уже у нас переходит постепенно современный человек, кто рожден после 2000 года, эта медицина уже подтверждает, с митохондрии переходит, пробуждается центриоли, центриоли сейчас дают энергию, есть такие, да, да, но не будем изъявляться в этом. Еще такого не знаю, надо изучать. Ну, объем информации, конечно, большой, да, кому интересно, вы можете почитать, и почитать вообще вспомнить, кто такие митохондрии. Так вот, митохондриям нужны вот эти микро-макроэлементы и кислород, и тогда они нам с благодарностью будут отдавать свои 95% энергии АТФ. Так вот, получается, что, кстати, на курсе я тоже это вот подробно рассказываю про митохондрии, ну, а про центриоли, это уже вот, я говорю, сдвиг, у нас сейчас интересные времена, такие переходные, и мы понимаем с вами, да, что вот 5% из тарелки, биодоступность, мы что-то там получили, и получили наши клетки, то есть наши клетки, для того, чтобы они регенерировали, для того, чтобы они хорошо работали, чтобы у нас глаз горел, и мы там хотели книжки эти, наконец-таки, прочитать там, да, или докрасить стены в ванной. У меня вопрос, что наш победный организм делает с 95% всего? Да, а все остальное, с 95%, вот к чему я и подходила, да, то есть это мы сливаем в унитаз, то есть какую бы пищу вы ни покупали, за 2000 рублей килограмм мяса барашка, там, да, ЭКО, или за 3 рубля, неважно, да, то есть 5% за синдром раздраженного кишечника, то есть 5% как-то там организм это расщепляет, расщепляет, ферментирует, да, и переводит в удобоваримую для него форму для клеточного питания. Все остальное – это в унитаз, но, опять-таки, не все остальное, а еще часть у нас откладывается на воспаленном кишечнике, в воспаленных органах, начинает отложение вот этих вот различных грязей, да, вот у нас за жизнь мы порой, вот особенно если растут животики, да, то есть животики все больше, больше и больше, помимо висцерального жира, которое окружает там, да, внутренние органы и все тяжелее сжимает, да, органам все тяжелее работать, выполнять свою функцию, у нас откладывается большое количество отложений на толстом кишечнике, особенно на толстом кишечнике, да, то есть слизеобразующие, там еще у нас есть такие кармашки, да, то есть туда, то есть каловые массы превращаются порой даже вот в камни, в кораллы, там когда такая красота вываливается, да, то есть от 7 до 25 килограмм – это отложение именно непосредственно внутри кишечника, потому что выставляете такой груз, да. Даже в каждом, в любом, даже в самом лучшем человеке есть как минимум 10 килограмм на дно. Ну, здесь да, если говорить о конкретно каловых массах, да, конечно, если мы едим постоянно, не прекращаем, да, то есть не делаем пищевую паузу или отдых от еды, а помните, да, у нас пословица такая, открываем далее, смотрите, как они раскрываются, пословица дальше, голод не тетка, а мать родная. То есть у нас сейчас 24 часа в сутки холодильник открывается, не закрывается, у нас пищевая труба от начала до его выхода, да, то есть постоянно забита. Организм находится в постоянном переваривании, в постоянной работе. Ночью, если вы спите, у вас мозг как-то подсознание еще что-то там отдыхает, да, то пищевая труба продолжает работать, работать, переваривать, выводить, переваривать, выводить. Поэтому делайте вот эти пищевые паузы, мы тоже это подробно очень, я это разбираю отдельно, но вернемся к пище, да. То есть когда у нас большее количество химических веществ присутствует в нашей пище, а это на самом деле сейчас уже так случилось, то вот эта вот неизвестная составляющая внутри, оно хронически, да, то есть потихонечку с детского времени, да, когда мы были маленькие, нас начинают с приформа уже приучать, ну, допустим, готовыми баночками пищевой индустрии. И мы, вот, экскурска, без которого нет никакого детского питания. В принципе, его уже не существует, вот, чисто натурального. Там столкнулись уже 8 лет назад, когда родился мой племянник, и так случилось, что сестра, у нее были проблемы со здоровьем, не смогла, и на грудном скакле, и искали смеси, там, везде есть добавки, везде, просто. Да, то есть получается, что по чуть-чуть, помаленьку, мы вначале не замечаем, то есть идет тихонечко такой, да, вот, раздражающий фактор, токсический, воздействие токсического воздействия идет на тело, на клеточном уровне, и раздражающийся кишечник, вот, считайте, через него 10 метров проходит вся внешняя среда, то есть внутри у нас 10 метров внешней среды, то есть кишечник выполняет внутри, то есть вот все, что мы, вот, снаружи яблоко я кушаю, внешняя среда, да, то есть она снаружи, она также пошла, это внешняя среда внутри меня. И кишечник, это в первую очередь является защитой, да, то есть его задача, эту внешнюю среду каким-то образом, да, перелопатить, переработать, экспериментативно, бактериально, механически, да, физически, то есть все это защитный такой барьер. И если мы постоянно этот защитный барьер, вот я постоянно бы сидела, да, и каждую секунду Светлану на ее устойчивость проверяла, да, вот, а мы помним, что вода камень точит. И если я постоянно, там, да, вот каждую секунду я проверяю, а мы постоянно едим, пьем и так далее, то есть наша внешняя среда внутри постоянно нас, кишечник тревожит, тревожит, и органы, которые к этому кишечнику, я вот целенаправленно прямо, Светлана, да, а теперь представьте, это изо дня в день, из неделю в неделю, а еще мы ночью людям, мы любим покушать, да, из месяца в месяц, из года в год. Здесь у нее потом начнется что, да, то есть какой-то воспалительный процесс, который будет переходить уже в отечную, да, там и так далее, то есть болевой синдром, спазмирование, да, то есть плохое трафико питания тканей, да, вот в этой области и прочее, прочее. То есть и мы вот так вот начинаем получать хронические воспалительные процессы по кишечнику, потому что раздражающий фактор через пищу, через воду, если это наполнено химией, а это наполнено химию современного человека, если мы питаемся с магазинных полок, да, даже если мы питаемся со своего огорода, нужно понимать, где мы находимся, в какой зоне и какой дождь. Вот, и какой дождик идет сверху, да, поливает нас. Тоже вот эти вот вопросы, токсическая нагрузка на почву сейчас очень большая. И даже если мы покупаем фрукты, овощи, мясо, неважно в магазине, а химия и там, и там. Поэтому, да, то есть не буду вас пугать, не буду вас пугать, то есть запугала, да, уже, но вот берите статистику, да, из синдром раздраженного кишечника 80% планеты Земля. То есть воспалительные процессы, поэтому отсюда постепенно наша микрофлора, которая полезная для нас, она уходит. И у кого вот вырезан аппендицит, да, тоже, то есть аппендикс раньше считали, у нас что только медицина раньше не считала таким помойкой, ненужным органом. 90% ДНК – это вообще просто мусорная ДНК и так далее. Сейчас, конечно, уже пишут, извините, мы ошиблись, да, но сколько этих ошибок всплыло жизни или в буквальном смысле, или вот этих хронических болезней, или инвалидности и прочее, прочее. Поэтому все-таки, ну, народная медицина, которым тысячи, тысячи, тысячи лет, ее называют в современной медицине официальной и альтернативной, мне все-таки ближе, да, нравится. Потому что это параллельно с природой у нас идет, да, отсюда взывание с работы. Так вот, смотрите статистику, изучайте, включайте анализ, почему так происходит, почему современный человек, вот такой развал схождения, да, у него уже. Здесь очень много интересностей у разных систем, у пенсионных фондов в том числе. Ну, я так просто вот тоже не углубляюсь, но намеки вам кидаю в пространство. Чтобы вы опять-таки понимали, что ответственность за ваше здоровье только лежит на вас. Мамочки, папочки, да, у кого маленькие ребятишки, вы ответственны, конечно, до 18 лет за них. При том, что до 7-летнего периода ребенок 100%, если ребенок у вас болеет, вот родители, у кого сейчас дети до 7 лет, если у вас болеет ребенок, неважно чем, вы должны, это семейная ячейка, это единое биополе, единое микробиота, ребенок формируется из клеток матери, формируется его микрофлора из-за микрофлора матери, поэтому мамочке 100%, до 7 лет, если болеет ваш ребенок, значит, токсическая нагрузка и болезнь тоже у вас 100%. Вы должны лечиться и проходить вот все моменты исцеления вместе с вашим ребенком, ребеночком. Папа воздействует на маму, поэтому папу туда же. С 7 до 13, да, но это уже, это однозначно, с 7 до 13 воздействие мамы на ребенка идет 50 на 50%, поэтому точно так же следим за собой, смотрим, да, то есть причинно. И с 13 до 18 уже потихонечку, да, то есть снижается тенденция, с 18 человек уже сформировавшаяся личность, ну, с 18 плюс-минус тоже смотрим, да, это все индивидуально, поэтому он уже несет ответственность за себя. Ну, что вложили, то вложили, да? Да, то есть если ребенок ваш болит, если ребенок аллергик, там, да, говорят, ой, мой ребенок, да, маленький аллергик, у вас огромная токсическая нагрузка тоже. Кстати, при том, да, вот можно, давайте проведем тест, ну, единственная девочка, у кого если гель-лак, то вот тест не сможем провести, да, а так вот породкий тест даже, да, вот на токсическое дальше, вот мы с вами делали на выдохе и смотрели вот эту зашлакованность нашу токсическую нагрузку в кислую сторону, у кого больше связано, да, у кого меньше. Также, если вот мы надавим, очень сильно надавим на большой палец, ногтевая пластина, если у вас открыта, да, надавили и убрали резко, то есть подержали несколько секунд сильно-сильно-сильно надавили и убрали. И вот смотрим, то есть в норме, когда у нас токсическая нагрузка небольшая, когда у нас капиллярная сеть открытая, когда у нас сердечно-судистая система тоже все хорошо, кровь не густая, то у нас сразу пальчик от белого, он будет белый ноготь, и потом раз, и он розовеет, ну, прямо вот за короткое время, там буквально несколько секунд. Если же кровь густая, фоксическая нагрузка уже есть, то он будет постепенно приходить вот в норму, да, розовый становиться. То есть тоже такой короткий тест. Так вот, возвращаемся к питанию. Пищевой мусор, чтобы здесь вот стержень хорду провести, как вы уже поняли, 80% в магазине пищевого мусора. То есть любое промышленное производство, любое промышленное производство масштабного, да, то есть когда мы уже на тысячу-тысячу-тысячу там пакет молока делаем, да, мы не видим это на составе, к сожалению. Когда я в свое время, вот у меня как раз дочка была аллергиком, да, я не знала еще ту информацию, что мне тоже нужно, да, в первую очередь. Но я там благодаря тому, что она аллергик, почистилась так, потому что я полгода сидела на чистом рисе и чистой гречке. Без соли, без масла, вообще без ничего. Рис и гречка. Рис и гречка. Поэтому я до сих пор, когда мне предлагают гречку, ну, как бы я ее ем, но в определенном ее нужно учиться готовить. Уже после такого. Но почистилась я очень хорошо. И моя дочка, мы с аллергией вышли очень быстро за месяц, вот после ее рождения, да, и потом я просто поддерживала в чистоте. У нас не было никаких николик, я не... Два раза за ее жизнь, ну, грудничковую. Я кормила молоком до двух лет полностью грудным. Небольшие у меня были прикормки, и тоже все было естественно. Я не кормила из баночек абсолютно. И все это уходит, потому что чистишься ты, и чистится твой ребенок. То есть никаких коллегов. Эспомизами променяла два раза всего за... Когда переборщила немножко, вот, ну, яблока чуть больше съела, еще ферментативная система у ребенка не готова. То есть вообще желудочно-пишечный тракт, ферментативная система у человека формируется до пяти лет. Туда нельзя лезть вообще до пяти лет. А мы там когда еще... Ну, в общем, это отдельная тема, не буду углубляться. Давай, давай, давай. Возвращаемся. Как взрослые. Как взрослые, да. Так вот, друзья. Если даже на составе берем обычное молоко в тетропатии. Прописано молоко, ну, сейчас или не молоко, да, читаем состав внимательно, мы, конечно, уже понимаем, я не буду в эти темы углубляться, но мы должны с вами понимать, вот, в свое время, когда я углублялась, и зайти на производителя, на его... Есть сайт Роспотребнадзора и посмотреть именно сертификаты качества, вот именно в сертификате качества, там, я сейчас требования, конечно, уже не скажу, во сколько они там, раз в месяц или раз в полгода они должны это делать, это неважно, да, то есть от этого картинка не меняется. Так вот, именно в сертификации качества мы увидим, будь то хлеб производства, да, мука и так далее, мы увидим, есть допущение определенных продуктов, да, если так можно назвать, которые там могут быть по ГОСТу, по ТУ, да, сейчас, ну, то есть есть определенные допущения, содержание солей тяжелых металлов, ну, то есть представляете, да, вот эти производства, это же кругом металл, то есть молоко заливают в металлические цистерны, это все проходит там по трубам-трубам, где-то там, конечно, сейчас пластик и прочее-прочее, но это то же самое, да, то есть вот это все соединение, там, пастеризация и прочее-прочее, разлив, и это везде сталкивается пища, будь то мука, вода и так далее, на больших производственных мышечах, сталкивается с металлом, пластиком и так далее, и это все, а мы состоим на большом количестве, да, и пища, в том числе из воды, собирается, аккумулируется в этом пищевом продукте. Как итог, на пакете у нас будет написано молоко, но вместе с этим молоком из тетропака мы с вами получаем определенное количество, которое допустимо нашим минздравам, да, солей тяжелых металлов, на, господи, аж прямо заговорилось, втуть, мышьяк, то есть это вот буквально, то есть вы увидите вот в пищевом сертификации, да, то есть количество там 0-0, 1%, такое-такое-то, и вот представьте, да, когда мы с вами вынуждены, да, сейчас современный человек, живущий в городах, покупать вот эти продукты, даже если мы тщательно-тщательно читаем упаковку, помните. Если там даже нет ешек, да. Да, нет ешек, экопродукт, да, если только это вы не знаете, лично сейчас появились эко-полочки, это надо целенаправленно такой искать, зеленый магазин, когда вы знаете, что человек, допустим, масла какие-то первого отжима, приготовленные в деревянной таре, то есть там, да, полностью в деревянном жиме это делается, ну, вручную, да, работают. Такие, да, это очень сейчас дорогое удовольствие. Еще сто лет назад, наоборот, да, это было все широко и открыто. Вот ручной труд, очень дорогое удовольствие. То есть я почему довести мусорь? Сейчас доведу мусорь. То есть представьте, вот мы, потребляя хлеб с молоком, пусть в зеленом маркете и так далее, если он сделан на промышленном производстве, не вручную, да, и сталкивается с металлом, мы каждый раз в себя вводим, в том числе, в соли тяжелых металлов. И 0, 0, 0, 1, а соли тяжелых металлов из организма нашего, они имеют такое свойство осаждаться у нас, они не выводятся. И мы с каждым разом, потребляя, представьте, нам 5 лет, нам 10 лет, нам 25 лет, нам 65 лет, мы получаем хроническое, токсическое отравление солями тяжелых металлов. То есть я вот сразу вам так, да, такую вот бомбочку. Я думаю, чтобы уверенность, что сахар там, да, это, ну, можно поговорить, если вопрос такой будет. Я вам сразу вот внутрь. И когда у нас на предмете жизни, да, то есть мы можем говорить, блин, да я же вроде там бегаю, я же вроде там дышу, занимаюсь, да, там, солнышку привет говорю, и вот у меня все доброта и хорошо, и обнимашечки, да, то есть и пожелания, благо, и мало расстраиваюсь, и не психую, и не нервничаю, и вроде бы все нормально. Почему к 65 лет там у меня какой-то тусклый цвет волос, вялость, апатия, нервная система, а соли тяжелых металлов в первую очередь начинают бить по нашей нервной системе. И посмотрите, какое количество, какое количество людей сейчас у нас имеют тут же самые проблемы Альцгеймера, деменция там, да, то есть когда у нас разрушается, с головным мозгом что-то происходит, да, то есть ухудшается память и так далее, и так далее. То есть соли тяжелых металлов в первую очередь воздействуют на нервную систему. Большое количество нервных заболеваний, да, сейчас, и именно вот этого старческого слабоумия, которое совсем уже не старчески, да, оно пускается все ниже, ниже, ниже. То есть это хроническое отравление солями тяжелых металлов. То есть мы получаем это каждый раз через воду, через пищу, через какие-то нанесения, там, да, парфюма, косметики и так далее. Через воздух. Через воздух, да. Я говорила, по-моему, да, что вот ГАИ, да, вот у ребят у них рак гортани, то есть это распространенное на первом месте след по заболеванию. То есть при... Не говорила. Не говорила. То есть вот, да, гаишники, то есть прямо, ну, блин, когда вас останавливают, смотрите на них по-другому. Представляете, да, как они стоят вот на этих трассах, дышат, выдыхают воздух, выхлопленных газов, а мы сейчас просто опутаны в машинах, в больших городах, и это тоже соль и тяжелых металлов, которые не выводятся. Вот отсюда тоже у нас многопричинное воздействие, то есть внешняя среда нас постоянно. И мы же, как люди, вроде бы цивилизация, вроде бы хотели себе помочь, да, облегчить наше существование, пошел в магазин и купил, но как результат, вот на первом, я все-таки вебинаре говорила, да, вам на первой встрече, что мы в буквальном смысле за цивилизацию расплачиваемся своим здоровьем. А в результате, когда мы это здоровье теряем, мы, вся болезнь, то есть болезнь начинает забирать на себя энергию, то есть та энергия, творческий потенциал, как человек, мы творцы, мы со творцы вместе с создателем. Мы приходим сюда не просто так, выполнить свою миссию, функцию, да, какую-то. И вот здесь, когда мы начинаем развал схождения, разваливаться, да, то есть энергии у нас нет уже, полетели функции, органы, да, РАК, РАК сейчас вышел на первое место. В 21-м году РАК сейчас вышел на первое место по смертности. Да, и понимаете, и вот это вот все, первопричина, да, то есть нужно искать первопричины. И получается, что болезнь забирает на себя энергетику, нам уже не до каких-то своих миссий, предназначений, нам уже не до вообще кто я, откуда и куда. Мы начинаем хронически бегать по замкнутому кругу, по больницам, по исследованиям, лабораторные анализы сдавать и так далее. Друзья, если вам, во что-то заболело, где-то уже порвалось, будь то сердце, печень, головной мозг, кожа, неважно, то есть это только, ну, во всем доме, да, прорвало трубой, это не значит, вот в каком-то месте, да, что только здесь вот, да, там грязь накопилась. Весь дом уже, да, весь дом страдает, просто это тонкое место. А лабораторные вот эти вот анализы, ЭКГ, МРТ и прочее, прочее, да уже и так ясно и понятно, что полетело. И нам нужно убирать вот эти вот первопричины. И первопричины мы смотрим себе в тарелку. Возвращаюсь, просто смотрим в тарелку. Да, вопрос. Вопрос. Друзья, выходим из режима лекции. Лена, я тебя благодарю, тебя слушать, одно вот удовольствие. Я, у меня уже столько мыслей по поводу этих тяжелых металлов. Блин, что делать? То ли есть, то ли выводить, то ли что? В общем, прям действительно. Чисто лимфом, мы сюда пришли, же не просто так. Хочется задуматься, да, что же можно сделать. И я хотела, друзья, у вас спросить. Поделитесь, пожалуйста, сейчас в чате. Давайте составим такой топ вредителей, то ли загрязнителей, да, продуктов, которые нам, нашему организму мешают. Как вы думаете, какие продукты наиболее вредны? Вот давайте накидаем и посмотрим, что у нас получится, да. Лена озвучит свою версию. Кстати, супер, супер, да. Давайте вот такую соберем эту милку, что быть не должно быть, потому что я уверена, среди нас очень много людей, которые занимаются реально своим здоровьем, задумываются, да, и много информации. Вот давайте прямо сейчас поделимся. Напишите, пожалуйста, в чате, какой продукт, по вашему мнению, наиболее вреден и от чего нужно отказаться, что является пищевым мусором в первую очередь. Вот, кстати, я тут сразу, я увидела, оказывается, что чат, вот он еще открыт на компьютере, а я периодически посмотрела в свете, все, увидела, что кто-то делал, да, 4-5 раз, 8-10, 22 секунды, 40 секунд. Сахар, да, накидывайте, кто вообще не знает, не первый раз эту тему задумался, да, просто подумайте и тоже накидывайте, не стесняйтесь, кто там уже давно углублен в эту тему, да, прямо вот разбрасывайте, разбрасывайте, спешите. Я всегда за вот это вот объединение, да, потому что, ну, невозможно в нашем мире, особенно сейчас, знать все, тем более так углублено, мы всегда там встречаемся с коллегами по цеху, да, и кто, что там, куда вот нашел еще новую информацию, там где-то вот выяснил, выявил, проявил там, да, или наоборот там понял, что, вау, куда шли там, это вот было некорректно, неправильно, да, то есть вот оно. То есть, ну, мы все время, да, вот в этом обучении, и друг у друга, и у вас также, да, потому что иногда интересны такие, какие-то контакты, каких-то еще там, да, людей подбрасывают, то есть вот делитесь, будьте вот здесь, отдавайте знания, да, то есть делитесь знаниями, мы в себя вот просто, как в коробочку, не надо слабывать, он как раз начнет еще и застаиваться. Так вот, поняли, что... Различные сладости, друзья, вот, полуфабриканты Олег написал, давайте, давайте, накидывайте, делитесь. Да, пока, пока пишите, вернемся, да, то есть мы понимаем с вами, что когда мы заходим в магазин, люди, которые живут в городах, но я также вижу, я очень много езжу по стране, по периферии, в поселках, в деревнях, и там магазины тоже открываются, и я вижу, что в магазинах продается, и я вижу, как поселковые, труженики, да, заходят там, бабушки с мучатками, я понимаю, какая там зарплата на периферии, 10 тысяч рублей в месяц, понимаете, это норма на периферии, в поселках и в деревнях, вот такая зарплата, 10 тысяч рублей в месяц, и как они, вот эти денюжки приходят, там, да, и внучку, там бабушки покупают, какую-нибудь... конфетку, сахар, дрожжи, полуфабрикаты, сахар, курица, Макдональдс, чипсы, бургер, магазинные печеньки, конфетки, да, понимаете, вот таким непростым трудом жизни в деревне приходит, и за свои же деньги мы начинаем своими же собственными руками подавать яд нашим собственным детям, внукам и самим себе, то есть, к сожалению, случилась вот такая штука, и будьте внимательны, то есть мы понимаем, что, допустим, я живу, ну, в обществе, да, в социуме, пока мне не удается сбежать сюда, в нос, иногда так хочется на год прямо уйти, вот в единение, побыть с природой в лесу, поизучать там более углубленные правы, вот, пообщаться с деревьями, вот, ну, пока я здесь, то есть я живу также в социуме, я ем то, что я покупаю в магазине, то, что мне подают там где-то в кафе, в ресторанах, мы с друзьями сидим, общаемся, ну, в общем, в походе та же пища куплена из магазина, да, конечно же, там мне перепадает иногда в деревне, в поселочке натуральное, и я всегда этим пользуюсь, но 80% у меня состоит вот так же, вот у вас, да, в магазинные продукты. Понимая сейчас составляющую, что там 80% в магазине же продуктов, это ой-ой-ой и ай-ай-ай, то мы с вами еще больше задумываемся и понимаем, как важно чистить наше тело, как важно заниматься очищением организма, кишечной трубы, лимфатической системы, сердечной, то есть это все в целом, да, магистральный подход. И да, и вот если говорить, вот что вы перечислили, то есть полуфабрикаты, это уже такой вот, да, вопрос о здоровье, тем более, что у нас сейчас мясная промышленность, активно, я как ветеринарный врач, с одним из образований по ветеринарии, у меня одно из образований, и я три года отработала, и у меня год на свинокомплексе, я лично, да, то есть принимала участие, когда у нас там и гормональная терапия, да, идет, то есть это засыпается к пищу, да, к животным, то есть животные получают антибиотики, гормоны на постоянной основе, и антибиотики очень сильно, да, там, они и в пище, они и колятся, по-другому в промышленном производстве скота, будь то мелкий, будь то крупный, по-другому это не вырастет, и, к сожалению, для кого-то, возможно, это будет новость, но антибиотики и гормоны в мясе накапливаются, они никуда не выводятся, то есть часть их чуть-чуть выводится, но часть накапливается в мясе, в мышцах наших, поэтому, когда вы тоже пропиваете курс антибиотиков, гормонотерапии, все то же самое сохраняется у вас, организм это не выводит, и это такая токсическая, тоже хроническая, ну, тоже пища для организма, в которой он не понимает, что делать, то есть вообще у нас все есть пища, то есть если в воду мы выжали лимон или добавили ромашку, это уже пища для организма, то есть все, что уже не чистая родниковая вода, это пища для организма, ему надо как-то это переварить, что-то с этим сделать, убрать или оставить, да, так вот, и даже когда мы варим курицу или говядину, которая с промышленного производства, антибиотики, химические, синтетические, которые человеком придуманы, не разрушаются, и гормоны тоже, это все попадает вместе с мясом в нас, откладывается у нас, часть мы выписываем, да, там стул у нас, да, ходим в туалет, отправляем через унитаз в пространство, так вот, и пространство не может разрушить современные синтетические гормоны и антибиотики, я думаю, многие из вас уже слышали, что у нас сейчас водится ГОС по воде, где в воде будет допустимая содержание антибиотиков и гормонов, слышали, да, наверное, это не потому, что, да, уже это с весны начинается, не знаю, вели, не вели, я сильно не отслеживаю, потому что, ну, отслеживать не надо, мы понимаем все, куда идем, или куда точнее нас ведут, а мы идем, если мы не откроем глаза, не проснемся, не откроем ушки, глазки свои, и начнем понимать вообще, что происходит, так вот, это не потому, что там, я читала некоторые комментарии, чуть-чуть, когда этот, начали только на повестку дня выводить, да, по этому ГОСТу гормонов и антибиотиков в воде содержания, это не потому, что нам будут туда производители это все дело заливать, а потому, что уже это, это не проходит, то есть это настолько мелкие, это молекулярные формулы, они, все эти грубые очистки, которые нас очищают, да, вот нашу канализацию, очищает и выходит в воду, в реки, в озера, да, попадает в Тихий океан, это невозможно очистить механически, то есть это все молекулы, они распространяются, и сейчас в воде это находится, понимаете, то есть воду, которую мы забираем из скважин, да, там нам разливают бутылком или течет из храма, мы сами, когда бездумно начали применять антибиотики по любому чиху, кашлю и так далее, вот это все произошло, и гормонотерапия, поэтому... Я боюсь, я боюсь, я боюсь, а что делать-то? Ну, друзья, мы все умрем, а, при том, мы все умрем, кстати, да, то есть вот когда вас начинают пугать через страх, а это самый сильный страх вот через смерть, да, то есть что и делается на протяжении уже трех лет, нас запугивает, да, мы все друзья, ну давайте посмотрим друг к другу, мы сюда рождаемся, мы приходим на жизнь, уходим на смерть, Ну, то есть на него еще не удалось выскучить, да, все умеют, это только не новость, да, есть такие бодхисаттвы, да, но мы там по пальцам, может быть, можем, когда, да, вознесение произошло, и то, да, вопрос, то есть остальные 99,9, друзья, мы смертные, мы умираем, Ну, хочется как-то подольше. Мы не делаем аклауды из клана аклаудов, мы приходим, рождаемся и умираем, мы выходим из этого аватара, наша задача сохранить как можно дольше аватар, чтобы выполнить свою миссию и функцию, все, все, и поэтому, когда мы понимаем, что система как-то нами играется, ну, это же игра, воспринимайте все это, да, то есть мы начинаем искать инструменты противоположные, да, плюс-минус, то есть мы понимаем, что на нас постоянно через воду пищу, да, я не буду повторяться, идет токсическое воздействие, то есть 60 лет назад, 70 лет назад, там примерно я по цифрам путаюсь, сделали химический витамин С первый, да, то есть он был первый, но зачем, если витамина С достаточно в год в природе, большое количество, нет, надо было сделать химию, проэкспериментировать над нами, там, да, людьми, я помню, как нам по деламе сестра в детстве раздавала все эти ревиты с карбиновой кислоты, да, в школе, я на севере, родилась, жила 17 лет на севере, да, там у нас, ну, что-то разное, и вспоминайте ревит, вот эта химия токсическая, когда организм, он не понимает, что делать, это не его эволюция, он не может, вот крысы и тараканы эволюционируют в моменте, вот прямо в моменте крысы и тараканы, мы так не эволюционируем на планете, да, нам нужно несколько поколений, поколений, чтобы приспособиться к изменению внешней среды, так вот здесь резко изменение произошло, и синтетический витамин С вошел в нашу жизнь, вспоминайте, кто применяет синтетический витамин С, то есть вы выпиваете, и через 30-40 минут примерно очень-очень хочется писать, мы идем писать, писем, а у нас там желтая моча, запах такой ревита на всю туалетную комнату, да, то есть это говорит о том, что организм, я не знаю эти витамины, дорогая моча, да, это все выбрасывает, это все выбрасывает, но опять-таки вопрос, не все, да, то есть часть какая-то остается, вот, поэтому полуфабрикаты, понимаем, да, антибиотики, гормоны затронули тему. Лена, я тебя очень люблю, 50 минут общаемся, я знаю, что ты можешь еще сахар на рамках ну я, то есть понимаю, да, я сейчас прямо кратно, понимаю, что пищевой мыс, мусор, сахар, и все вот эти вот чипсы, то есть все, что содержит сахар, это вообще просто сахар, это неестественно, да, сахар номер один, это не, ну, на полке, да, скажем, на номерах один, их много, да, но сахар, это прямо бич современного человека, вот здесь я тоже, это неестественно, мы не эволюционировали, и когда его, а это химическая формула, химическая, запомните, да, то есть и она еще отбеленный сахар, там еще, еще там такая химия, да, то есть вот поэтому, все, что содержит сахара, ну, блин, вот смотрите, да, на упаковку, сахара у нас содержится, для усилия, для вкуса, да, когда соль, сахар мы смешиваем, вот соевый соус, глютамат, натрий и так далее, то есть усилители вкуса, то есть они содержатся везде, даже в колбасе, паштетах, консервированных огурцах, то есть смотрим, то есть сахар и соль, это пищевая демократия, когда поняла совместно, они вызывают еще более яркий, да, аппетит, вкус хочется, нужно еще съесть, то есть посмотрим внимательно, это прямо бич, да, и диабет второго типа, сахарный диабет второго типа, это просто сейчас, ну, это страшно, это мне кажется, у каждого второго, кому за 50, это прямо такая классическая, они спрашивают сразу, диабет есть? Да, друзья, в общем, смотрим, что мы кладем, как сказал когда-то Алицент, пусть ваша пища будет вашим лекарством, иначе лекарства станут вашей пищей, да, поэтому смотрим внимательно, что мы едим, кладем в тарелку, и стараемся сейчас уже переходить там на ту же медовую продукцию, да, то есть на естественные сахара, но не на то, что человек вот придумал, да, синтетически, это по еде, то есть мы понимаем, да, что вот это вот все, то есть я бы просто вам еще глубже нырнула в соли тяжелых металлов и гормоны и антибиотики, поэтому, пожалуйста, да, каждый раз не бежите по любому чиху в аптеку антибиотики, еще плюс вы и так в достаточном количестве их получили, то есть микрофлора уже все, она вот еще, да, синдром раздраженного кишечника туда же, да, почему антибиотикотерапия, гормональная терапия и прочие-прочие вещи, поэтому задание какое? Продолжаем дышать, второе задание, проведите ревизию, вот посмотрите просто ревизию вообще вашей тарелки, и я рекомендую вам, чтобы у нас вот этот синдром раздраженного кишечника утихал потихонечку, да, то есть чтобы мы приводили в норму свой желудочно-кишечный тракт, который на постоянной такой вот стоит вот охране, от внешней среды 24 часа в сутки, как вы уже поняли, да, внутри ананас, внешняя среда и снаружи, и внутри, благодаря желудочно-кишечному тракту, это полотрубка, рот и анальное отверстие, да, так вот, смотрите на тарелку, и я рекомендую вот этот микс, жуткий микс, большое количество пищи на тарелках убрать, как максимум 10 ингредиентов в тарелке, к ингредиентам будет относиться и соль, и перец, и тимьян, приправа, да, если вы положили, это уже три ингредиента, и масло, то есть это все ингредиенты, вот максимум 10 ингредиентов в тарелке, облегчите, пожалуйста, пищу, облегчите функцию вашего тела, да, помогите ему, да, то есть чтобы ваш желудочно-кишечный тракт постепенно начал успокаиваться, и второе, что вот я хотела сегодня сделать, хотели игру, игру-игру, да, 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 друзья, друзья, ставьте плюсики, кто еще с нами, кому игра актуальна, игра, игра, я быстренько скажу, я быстренько скажу, я успеваю, быстро, друзья, смотрите, вода, это отдельная тема, но я хотела бы, чтобы вот вы сейчас, да, дышали, или не дышали, точнее, да, два, смотрели себе в тарелку, что вы туда положили, и максимум 10 ингредиентов в тарелке, попробуйте, три, вода, то есть, чтобы опять-таки помочь своему кишечнику, своему телу, а мы с вами об очищении лимфы, а лимфа, да, мы должны помогать через воду, давайте поиграем, есть такая игра, я ее, это всей семьей, да, то есть вам просто, если вы в семье, ребятишки и так далее, как им объяснить о том, что сейчас происходит, не надо их нагружать, да, то есть вы заходите через игру и сами поиграем, да, называется игра царь воды, будем такими царицами или царями, так вот, смотрите, нам самое основное создавать образы, мы вообще, вот кто славянский код имеет, там большое количество народностей имеет, код R1 имеется в виду, то есть вот там вот в древнеславянскую, да, уходит вот эта тематика, а у нас, Индия вообще очень близка к нам по крови, да, если вот не знали, йога и юрведа, да, как близко нам ложится, да, то есть они вообще по импликету даже с нами, говорят по языку, очень соскучен, это отдельная тема, альтернативная история, Виталия Сундаков, слушаем, ну, не только его, так вот, возвращаемся, да, Игра, смотрите, я хотела бы, чтобы вы сейчас обратили внимание на воду, я еще в следующем эфире по воде затрону эту тему, у нас огромная с вами, огромная засуха, мы сбросим вот это вот описание, я напишу, сбросим, значит, смотрите, важный момент просвещения, вот когда мы говорим кому-то что-то, это образы, мы с вами образные, в отличие вот от немножко других народностей, это на самом деле так, не зря, где-то комиксы имеют популярность, а у нас комиксы популярность практически не развили, почему, потому что у нас образное мышление само по себе, а у кого-то, представляете, образов нет, просто текст, это реальность, так вот, для нас очень важны образы, да, вот если мы сейчас говорим, думаем на русском языке, образность существует, так вот, это впечатывается в наше сознание, да, то есть впечатления произвели, сегодня по гормонам, да, впечаталось в наше сознание, я вам просто накидаю статистику, да, чтобы вы тоже понимали, мы живем, как я в самом начале сказала, не на планете Земля, а на планете вода, то есть две трети, даже, ну, больше это грубо, у нас занимает площадь на этой планете, это вода, притом, два процента всего лишь воды, изучено, ну, вообще, мирового океана, что там, всего два процента, вы куда-то собрались летать на Макс, подумайте, да, почему это происходит, человек состоит на 85 процентов из воды, также вся у нас вокруг окружающего пространства это тоже вода, и даже камень, в зависимости от его, ну, скажем так, названия, да, от двух до пяти, до десяти процентов воды содержит камень, то есть все, есть вода, структура, давайте посмотрим на тело человека как на планету, то есть мы живем на планете вода, и мы есть планета, в которой вода, так вот, органы, наши органы, это страны, по которой течет вода или не течет вода, вот я даже сейчас говорю, у меня уже завтрак, я уже привыкла, так вот, мы живем, у нас органы выживают, мы живем в обезвоженном мире, в буквальном смысле, пустыню Сахару представили, полтора, я где-то уже говорила в первой части, да, что полтора литра воды или 28 на миллилитров на килограмм, 30 миллилитров, это очень большая такая бла-бла, да, вообще вода самый драгоценный ресурс в мире, вы уже знаете, заводу начали, загрязнили уже так, и заводу начали бороться, это самый драгоценный ресурс в мире, без воды мы, к сожалению, да, то есть очень быстро, быстро исчезем, и все процессы биохимические, все процессы биохимические идут с участием воды, то есть это очень важно, вот такие составляющие, я еще это пропишу, и мы это отправим в чат, да, чтобы у вас было, так вот, задание, нам нужно постепенно вернуть воду на нашу планету, вот она, наша планета, где в огромном, просто пустыне Сахара практически 80%, и нам нужно постепенно вернуть воду, теперь смотрите, как будем возвращать, задание какое, нам нужно будет каждый час, то есть поставьте, возьмите вообще какой-то термосок, возьмите, ну, пусть это даже будет кружка, да, лучше термос по кружке 250 миллилитров, да, потому что очень важно, чтобы вода все-таки была 40 градусов, то есть, да, нужно было по внутренней температуре тела, по внутренней температуре тела, холодной температуре тела, холодную воду, ну, если пьете, так получилось, нет возможности подогреть, и вам дали только холодную воду, маленькими глоточками, согревая в ротовой полости, потом проглатывая, то есть, вот так гу-гу-гу не пьем, так вот, нам нужно постепенно вернуть в мир, в мир воду, наше будет задание, чтобы вы вот поставили на своих рабочих столах, где-то, да, то есть, уже начали носить бутылочку воды, и в течение часа задание выпивать от 150 до 250 миллилитров воды, ну, то есть, вот кружечку, постепенно, не сразу кружку бухнуть, а капельным путем, то есть, глоточками отпили, поставили, отпили, поставили, то есть, в течение часа выпивать вот эти 250 миллилитров, если ребятешки маленькие, да, у них от 50 до 150 миллилитров идет, и в конце дня просто вот для себя записать, какое количество кружек или вот ваших термосков, да, то есть, или бутылочек с водой вы выпили, и посмотреть вот это количество воды, то есть, на самом деле, в норме 3 литра воды в день, это, ну, это еще засуха, у меня периодически выходит там и 7, и 8 литров воды, то есть, и не боимся отеков и так далее, отек это наоборот, воду организм задерживается, когда у нас нехватка воды, да, то есть, и необходимы процессы, то есть, те же самые токсические нагрузки купировать, чтобы это не отравляло дальше наше тело, то есть, у нас огромное количество нехватка воды, в общем, у вас 2 задания получается, игра о воде, каждый час, ну, потихонечку, капельным путем. Лена, наверняка есть какие-нибудь противопоказания, допустим, если какие-нибудь там почечные недостаточности, да, ну, то есть, сразу, если мы бахнем 3 литра воды в день, если мы бахнем сразу 3 литра, бу-бу-бу-бу-бу, вот это вот будет противопоказание, когда я делаю маленький глоток, буквально смочила горлышко, и продолжаю работать там, что-то читать книгу и так далее, заниматься уборкой, вот, друзья, это называется распаивание, то есть, у нас огромная засуха, на самом деле, в теле, и большое количество именно токсической нагрузки, то есть, как из межклеточного пространства, когда оно болото, оно застойное такое, то есть, вот вы увидите, как у вас в первые, возможно, дни, вы еще будете там, ну, как-то бегать в туалет, ну, может быть, да, чуть чаще, но если капельным путем, вы обратите внимание, у вас позыв к мочеиспусканию останется такой же, но только качество уже ваших мыслей, желудочно-пишечного тракта, энергетики изменится, то есть, у нас, вкрасок большой недопой, капельным путем, маленькими глоточками. Есть какой-то минимум, который нужно выбивать? Минимума нет, смотрите, мы все индивидуальны, мы все находимся, у вас будет позыв уже свой, когда вы будете распаиваться, вот моя мама начала распаиваться, ей нынче 80 лет, я к примеру ее привожу, она воду никогда не пила, ну, может быть, стакан в день, это было, ну, прям, ну, и поимело большое количество хронических заболеваний. Четыре года назад, 76 лет, она начала прислушиваться ко мне, наконец-таки, и мы с ней учились распаиваться, мы учились с ней пить воду, и она пила водичку, вот попьет, 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 ее тошнит, найдет, блюет, вот в буквальном смысле. У вас здесь организм не принимал воду? Нет, токсическая нагрузка такая в теле была, но получая воду, организм вот этой водой начинал там разбавлять желчный, ну, застой, да, в желчных протоках, разбавляет и выводит, да, чтобы вот это вот шлаки, шлаки снять там, да, то есть вначале было вот так, то есть потому что растворяется в крови, кровь густая, там, да, организм начинает собирать через эту воду, которая наконец-таки пришла там в виде двух стаканов, да, там потихонечку выбрасывается шлаки у нас через кровь 20%, через лимфу, и мы слышим вот эту вот тошноту, да, там тоже, то есть это кризы просто вот такого токсического отравления, но за 4 года мама у меня сейчас распадилась, воду добавляйте, шунгиты, добавляйте, то есть сейчас большое количество, да, там просто пошептите на воду с благодарностью, вспомнит, да, что все, да, вот эту пустыню Сафара можно, кстати, восстановить очень легко капельным путем, почему этого не делают до сих пор, это очень странно. Ну, в Израиле же сделали из пустыни, как бы. Да, Дубай очень это все, но только через капельный путь. Если я вылью воду вот так, вот представляете, да, мы засохший горшок, когда мы возвращаемся из там дачи, месяц не было, да, засохший горшок, если мы воду вот так бухнем, это все пройдет транзитом, трещины выйдет снизу, и вот эта вот нагрузка и на почки, да, и вообще это просто все пройдет транзитом, да, и все. А нам надо напитать, и помним, да, мы поливаем аккуратненько, раз вылили, раз вылили, и это прямо все впитывается, 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 почва расправляется, разбухает, набухает, корни берут сюда, и ничего, ни капельки не выходит снизу, да, то есть вот это и есть, называется маленькими глоточками, капельным путем, потихонечку восстанавливаем нашу пустыню Сахары и делаем планету вода. А вот, спасибо, Леночка, у нас такой сегодня насыщенный эфир получился, как всегда, планировали на 45 минут, но дали больше. Друзья, я благодарю вас, за то, что вы внимательно слушали, значит, с нас описание игры, с вас домашнее задание, я предлагаю прямо устроить, я думаю, как же нам вот сделать более увлекательным нашу домашку, и давайте, друзья, сделаем фото-конкурс ваших чашечек, кружечек, да, потому что мы для себя будем делать внимание, да, фотографируем, кружечку, чашечку, выкладываем в чат, мы пьем, да, забыли, кто-то выложил другой, мы уже смотрели, ага, точно, я же забыла, друг друга вы понимаете, конечно, давайте помогать друг другу, мы запускаем такой марафон «Живи сахару», да, да, и вот ближайшие два дня прямо давайте напоим, напоим, пусть, пески сахары, напоим, пески сахары, я забуду, но это не наоборот. Ну что, друзья, напишите в чате, было ли вам полезно сегодня, скажите, я вижу, что у нас участники прибавляются, еще разочек, по поводу нашей игры и наших бонусов, напоминаю, да, записываем код, чтобы получить специальный приз, даже два, значит, домашку вам сказали, ждем ваших, Лена, супер мотиватор, да, сегодня было здорово, благодарю, такая болевая информация, супер, друзья, что вы берете с собой, давайте, закрепляем материал, мы вам много дали, пишите, что было для вас ценно, что вы, берете в практику, потому что послушать, это классно, посидеть, развлечься, покивать, согласиться и пойти дальше, жить своей жизнью, да, так не получится, у нас цель внедрить в практику, поэтому пишите, фиксируйте для своего анализатора, для своего мозга, что вы берете прямо через руку сейчас в этом чате. Светлана будет волшебным таким этим пинзелем. я люблю быть волшебным пинзелем и мотиватором, потому что я вижу, как это работает, я вижу, как это работает в клубе источник, я вижу, как это работает в наших курсах, потому что много очень информации и, как бы, сейчас борьба, да, то есть, эту информацию нас разрывает, все важно, все нужно, все нужно успеть, но, друзья, если не будет здоровья, да, то, к сожалению, ничего мы уже не сделаем, и это, на это нужно сейчас держать фокус внимания и вот такими нашими марафонами, да, и нашими курсами мы вас возвращаем в обнимание к своему здоровью. Так, пишите, что берете, пишите, я от вас не отстану. А, это прямо задание, да, которое? Ну, вот что из сегодняшнего эфира взяли? Отлично. Мы вас в первую очередь промотивировались делать что? Наталья уже написала вода, дыхание. Вода, дыхание в первую очередь, супер, молодец. Ну и, да, смотрим, не забываем на тарелку, да, смотрим на свою тарелку, что я туда, кого я кормлю, кого я кормлю. 10 ингредиентов. Паразитаты, конечно, это отдельная тема, да, вот паразитов я еще люблю. Лена, слушай, если мы в наших эфирах столько уже домашних, то что же будет в курсе? Я уже боюсь себе представить, ну, я-то знаю. Вы знаете, распаиваться, да, распаиваться, вот это вот, я очень люблю это слово, распаиваться, нам надо распаиваться. Капельным путем, потихоньку, потихоньку, вводите жизни, вводите жизни, то есть, представляете, какая засуха, то есть наша планета внутренняя, это тоже планета вода, а у нас там, ой-ой-ой, там это все, и поэтому скрипеть суставы начинать, то есть вы увидите, как качество суставов поменяется, То есть, наконец-таки, откуда синавиальная жидкость-то будет у нас образовываться, если нет воды, она до туда не доходит, кровь густая, там, и так далее, то есть и... А есть кофе, который эту воду еще выводит? Да, да, кофе, это прям тоже такая штука. Одну чашечку в день можно себе позволить, если вы кофемантом, да, ну, две чашечки в день, но вы знаете инструменты, да, благодаря которым, то есть нужно восполнять. Обязательно в кофейнях, вот если свет, ты затронул таким, в кофейнях, всегда грамотно в кофейнях вам вместе с чашкой кофе подадут стакан воды, потому что одна чашечка кофе, 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 выводит порядка 500 мл воды из... Ну, не само кофе, это организм так работает, там, немножко такая лихимическая... Сложно просто так распаять. Вижу, еще пишите, пишите, молодцы, супер, друзья. Я вас благодарю еще раз за эфир. Смотрите, если вам полезно, делитесь этой информацией с вашими друзьями, с вашими близкими. У нас наш канал «Чистая лимфа», он открыт. Да, вот этот канал открыт, а потом перетидывайте по зваку. Есть там прям пост, да, ссылочка. Если вы не знаете, где взять, напишите. Да, мы на связи всегда вам поможем. Распространяйте эту информацию, простые вещи, которые... За которые не нужно дополнительно платить, но которые вас выведут на другой уровень жизни. А, ну если ты говоришь о материи, да. Так-то, ребят, мы платим здоровьем своим, поэтому просто сейчас наша задача объединяться. Система-то, она объединилась давно, да, то есть мы понимаем... Против кого-то, да. Да, как мы стоим. Поэтому давайте объединяться, просто вот раскидывайте информацию, пусть люди максимально, ну, понимают хотя бы такими вот, ну, очень важными шагами. А это при том очень важные шаги, это прямо основа, да, то есть первопричины работы с нашим телом. И давайте заниматься вместе. Супер, Мария написала. 10 ингредиентов для одного приема пищи. Расправить организм капельным путем. Как раз сейчас через организм занимаюсь. Да, Павла, спасибо. Ура. Вот такой ответ говорит о том, что человек будет делать. И это радует. Благодарю вас, друзья. Просто стимулирует истинный. Да. Пишите обязательно, будьте активны. Вместе мы с Ива. Благодарю тебя еще раз, Леночка. Супер эфир полезный. Вот. И с вами остаемся на связи. Следите за нашим расписанием. Уже после завтра встречаемся на третьем занятии. До встречи всем. Все. Всем пока-пока. С вами была Елена Светлана. Светлана. Куб источник. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...